Если тебе 18, ты гражданин России, живешь или работаешь в Одинцовском районе, добро пожаловать в народную дружину. ДНД – это не пережиток советского прошлого, а реалии наших дней. Тем более, что в Одинцовском районе действует штаб добровольных народных дружин. На заседании представители общественных формирований правоохранительной направленности в повестке вопрос о повышении уровня подготовки членов ДНД, о взаимодействии с органами местного самоуправления, а также со штабом народных дружин Подмосковья. В настоящее время у нас находятся 9 народных дружин поселений и одна дружина из числа членов Одинцовского, Батарского и Казачьего общества. Около 200 человек задействованы в охране общественного порядка. Средняя численность дружины – 15-20 человек. В большинстве поселений предусмотрено бюджетное финансирование. К примеру, в Жаворонках формирование составляет 40 человек, в Одинцово – 22. Народные дружинники активно работают в Кубинке, где предусмотрено приличное финансирование. А значит, экипировка, оснащение и даже транспорт. Руководит отрядом Евгений Степаненко. Активисты патрулируют привокзальную площадь, участвуют в рейдах совместно с полицией. Так как много работают жителей в Москве, приезжают на электричках, приезжают поздно, приезжают на электрички, садятся на маршрутки, с маршруток приезжают свои городки, там выдвигаются пешком домой. Вот мы обеспечим безопасность их, чтобы они дошли домой спокойно, без всяких происшествий, не произошло у них никаких грабежей. Как было отмечено, на встрече народные дружины действуют не во всех поселениях Одинцовского района. Наиболее проблемными остаются Назаревская и Никольская. Кроме того, пока не сформированы дружины в Чистцах, Новоивановском, Горском поселениях, а также в Голицыно. Мария Подъепольская, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.